Стрельцы! Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Таро и сайт magexpert.org. Сегодня я хочу вашему вниманию предложить гороскоп Таро на март 2020 года. Как обычно, буду доставать всего три карты из колоды и смотреть три основные сферы жизни. Первая карта про любовь, про отношения, про личную жизнь. Вторая карта про работу и карьеру, про какие-то достижения на этом поприще. А третья карта про здоровье и общее самочувствие. Карты я заранее уже перетасовала, но вот при вас еще немножечко перемешаю и будем смотреть, что уготовила судьба на этот месяц вашему знаку зодиака. Сразу достану все три карты, а потом буду давать их трактовку. Итак, первая карта личная жизнь, и здесь мы видим короля жертвов. Вау! Какой красавчик! Вторая карта работа и карьера, туз кубков, полная чаша, кубок победителя, награда, классно! И, конечно же, третья карта про здоровье, двойка пентаклей. Ну, такое, такое себе. Ну, а теперь, как и обещала, трактовка каждого органа. Девушки, женщины, если вы сейчас в активном поиске находитесь, то вам нужно активизироваться максимально, потому что на вашем горизонте может появиться очень интересный мужчина, настоящий альфа-самец, сильный, крепкий, человек-слово, по типу пацан сказал, пацан сделал. В общем, то, что надо, то, что доктор прописал. Короче, надо брать. Однако, все-таки воздержитесь от инициативы и позвольте мужчине самому вас завоевывать. Ну, а если вы мужчина и находитесь в активном поиске, то вам как раз и рекомендую проявить инициативу, принять волевое мужское решение и покорить того человека, который вам нравится. Если вы уже состоите в отношениях, то король жезлов указывает на лидерство мужчины в вашей паре. Именно мужчина будет принимать все важные решения в вашем союзе в этот период. Также могу сказать, что это может быть хорошее время для зачатия ребенка, особенно если вы хотите мальчика. Эта карта в вопросах работы и карьеры может обозначать победу и получение награды за эту победу. Туз кубков в данном случае это как кубок чемпиона. Ну, а если хотите, это может быть святой грааль, неисчерпаемый источник вдохновения, всевозможных идей, озарений и креатива. Конечно же, эта карта намекает и на то, что эмоции будут очень сильно влиять на ваши результаты. Хотя, с другой стороны, возможно, это результаты будут вызывать большой всплеск эмоций. В любом случае, вы будете фонтанировать энергией, будете полны сил и сможете с головой погрузиться в работу. Двойка пентаклей выпала в теме здоровья и самочувствия. Карта эта нестабильная и говорит о некоторых перепадах настроение, которое будет напрямую зависеть от того, как вы себя чувствуете. Соответственно, когда вы чувствуете себя хорошо, то и настроение прекрасное. Но стоит почувствовать себя немного слабее и настроение тоже может испортиться. По этой карте может скакать давление, то повышаться, то понижаться. Также у некоторых эта карта может обозначать приливы и отливы. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Также я заметила такой симптом, что у людей, кому досталась эта карта, часто подкашиваются ноги. То есть есть какая-то слабость в ногах. А это связано с неуверенностью в себе и в своем финансовом положении. И еще эта карта связана с работой парных органов. Парные органы – это те органы, которые имеют пару. Это глаза, это уши, это руки, это ноги, это почки, легкие. Ну, остальные органы я уже не буду перечислять. Я надеюсь, что вы немножко знаете анатомию. Соответственно, эти органы нужно беречь. Также эта карта может указывать на то, что будет полезно и эффективно в этот период принимать таблетированные средства. Но и о физической зарядке тоже не забывайте. Я бы по этой карте, глядя на изображение, порекомендовала вам почаще пускаться в пляс и натанцеваться от души. Я бы даже сказала, что до головокружения и вертолютиков в глазах. Это разгонит кровь, ускорит обмен веществ и повысит настроение и создаст хорошее самочувствие. Ну что ж, я благодарю вас за внимание, мои дорогие. Спасибо, что посмотрели это видео. Также благодарю вас за поддержку в виде лайков, комментариев и до встречи в новых видеосюжетах. А пока-пока! Чао!